Всем привет, мои дорогие друзья, гости, подписчики моего канала. Сегодня я готовлю котлеты из мясного фарша с добавлением овощей. Фарш у меня из курицы, свинины и говядины. Все вперемешку. А из овощей я буду добавлять такие овощи, как лук, морковь и картофель, а также чеснок. Все это предварительно я порезала мелко. А морковь и картофель натерла на терочку крупную. Если морковь и картофель не добавлять, то получаются чисто мясные котлетки. Итак, мясной фарш я перчу. Добавляю молотый черный перчик. Можно также добавить молотый красный перец, белый. Далее я фарш подсаливаю. Добавляю совсем немножечко сушеного базилика. Базилик я вырастила сама на своем огороде. Можете посмотреть ролики на моем канале. Далее добавляете любые другие специи, которые вам нужны. Мелко порезанный чеснок, Добавляю морковку натертую на терке. Также добавляю картофель. Далее по вашему желанию можно добавить немного измельченной, замоченной в молоке булочки или в воде. Либо батон замочить в молоке или в воде. Далее я вбила одно яйцо и хорошенечко перемешиваю фарш до однородной массы двумя руками. В фарш можно также добавить зеленый лук и если вы любите другую зелень, но можно ограничиться и этими компонентами. Далее берем досточку и жарить мы будем наши котлетки при помощи обвалки в сухарях. Но так как у меня сухариков мало, я воспользовалась двумя компонентами для обвалки. Один из которых сухари, а второй компонент это мука. Буду обваливать в муке, так как сухариков у меня не хватило панировочных. Далее я обжариваю котлетки на растительном масле. Мои семьи любят большие, крупные котлетки, поэтому я их готовлю по их просьбе. Именно такого, не маленького, а немного более среднего размера. Котлетки обжариваем со всех сторон до румяной корочки, а также и с бока. Жарю котлетки для примерно 5 и до 10 даже минут, в зависимости от того, какой огонь у вас на вашей плите. И обжариваем обязательно их с каждой стороны. Вот здесь котлетки, которые обжарены при помощи панировочных сухарей. А на сковороде у меня жарятся котлеты, которые я обваливала в муке. Конечно, обваленные сухари, как получается, более красивые. Но затем они сравняются, когда я буду готовить дальше. После того, как котлетки обжарены, наполняем сковородку на одну треть водой и протушиваем котлеты под закрытой крышечкой еще примерно 10 минут на маленьком огне, после того, как вода закипит. Родичку, в которой будете тушить котлеты, обязательно немного подсолите, чтобы котлеты не стали безвкусными. У меня вода закипела, я убавляю огонь и тушу котлеты под закрытой крышечкой, как уже сказала, 10 минут. А пока мои котлетки тушатся, я поставила воду на кашу, сварю гречневую кашу и сделаю салат из овощей. Ну, а сейчас хочу вам показать, какая вкуснятина у меня получилась. Вот столько котлеток из килограмма фарша, котлеты очень ароматные. Ну, а на гарнир, как я уже вам говорила, у меня гречневая каша со сливочным маслом и салат из помидор, огурцов и лука. И заправила растительным маслом. Немножечко совсем подсолила. Ну, что же, теперь пришло время продегустировать нашу котлетку. Итак, попробуем, какая же котлетка получилась внутри. Так, внутри она получилась, посмотрите, какая пропаренная, с кусочками овощей. Попробую. Ммм, вкусная, невероятно. Ну, а я вам всем желаю, мои дорогие, приятного аппетита. Приготовьте и вы по моему рецепту такие вкусные, замечательные котлетки, кашу, если будет желание, можно подать на гарнир картофельное пюре, салатик из других овощей. Ну, а буду с вами сейчас прощаться. Не забудьте поставить ваши лайки, подписаться на канал, нажать на колокольчик, чтобы приходили новые уведомления о видео. А также пишите ваши комментарии под видео, как вы готовите котлеты. Ну, а пока, до скорой встречи, мои дорогие! Всем здоровья, мира и добра! До скорой встречи! Всем пока!